Субтитры делал DimaTorzok Чего? Тебе повезло, что мне руки заняты, это как дал бы по твоим лохматым губам елки-балки, нельзя такое говорить, эх ты, посмотри, не, я стою, короче, у меня дилемма, а что красивее? Яйца или картошка? Картошка молодая, лысенькая, или яйца такие же красивые и бритые? Вопрос к знатокам, что? Ладно. Колбаска, я тебе скажу, вот что красивее, с хлебушком, с горбушечкой черненькой. О, вот это... И с огурчиком сверху, а ну-ка сделай мне такой бутербродик. Это она-то, подожди ты, давай, я хотя бы начну. Друзья, всем привет, с вами здесь Хилипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Пахнет чем? Жареным. Нет, холодным супом, окрошкой моей любимой. Наконец-то, что я хотел сказать? Мы начинаем. А, нет, смотри. Только я, ростом не вырос. Оператор? Мы начинаем. А, нормально? Отлично. Липован продакшен опять не написано. Выговор. Дубль кадр, первый-первый. Что? Так и приготовим, сделаем вкусно. Эх ты, Катюня, посмотри, сам Бог велел. Вот приготовить такое, что просто, мама дорогая. У нас есть два вида кваса. Пока я собирался. Поржала? Да. Здрасте. Ага. Уже люди на твой смех сбегаются за забором. Вот они... Ты что, дикая? Хотя, посмотри, что за люди. Да пусть на тебя хотя бы сзади видишь, чтобы лицо твой не видели. Потом пальцем на тебя не тикали. О, это она там ржала. Стой спокойно, не поликонтору, елки-балки. Снимай, тебя же поставили снимать, а не посмотрите. Мне нечего стесняться, понимаешь? Я не стесняюсь. Если я в твоем видео не выгуливаюсь, то это не значит, что я стесняюсь или не показываюсь. Да я вообще про тебя речи не было, я про себя говорю. Хорошо, Сереж. Ты же иногда со мной рядом ходишь, чтобы этот... Чтобы что? Чтобы я не переживал. Ладно, ты что, хорош мне сбивать. Короче, два вида кваса есть. Я вообще собрался приготовить окрошку, которую готовили уже все во всем мире, кроме меня. Правильно? Окрошка на пиве. Я такую еще не ел никогда. Зачем ты рассказал такое? Я и пиво люблю. Я и... В начале видео. Катя, у нас видео называется. Окрошка на пиве. А-а-а. Поняла? Оно еще не называется, но я уже так придумал. А так устроен YouTube и вообще весь мир, короче. Прежде чем ты... Помажешь по губам сначала. Ты конешь пальцем. Ты когда лохматишь, ты уже читаешь. Поняла? Да. О. Просто я не лохмачу и поэтому... И не читаю соответственно. А давно уже пора. Лохматик. Короче, Катюня, все ингредиенты есть. Колбаска есть. Сейчас быстренько поставим вариться. Картошечку я уже молоденькую подварил. Эх ты, ну это шо? Кусочек мяса, а? Сказка сказочная. Ёшкин ты кот. А знаешь, вот так вот, короче, берешь, так вот веревочка его перевязываешь. И что? И кладешь вот так вот на гриль. Ну именно веревка веревкой, поняла? Сильно это хорошо и плотно, чтобы его не расчаркало и весу касался внутри. И вот туда на гриле. Раз, два. А что ты такого никогда не делал мне? Ну не все сразу. Ты что, хочешь, чтобы тебя все, как это, все свои таланты показал и все? А ты кроме карасей не ничего каких-то талантов не показывал. Я тебе скажу. Ну как это? Ну яичницу наводейшую. Ну работает, долгоиграющий карасей, он нормально? Работает, работает. Ты же, рядом и красиво удивлена? Не, я уже не удивлена ничем. Я уже, значит, перестал тебя удивлять. Карасем, правильно? Ты это имела и хотела что-нибудь? Да, Сереженька. Карасик твой мне уже известен на все 100%. Все. Вот теперь переходим спустя, сколько там, 8-9 лет? На окрошку. 8-9, ты что, гонишь 8-9? А сколько? Каких 8-9? А сколько? 8-9. Хорошо, хоть не 3-4. 8-9. Озадачился. Посчитаешь потом, Сережа, на досуге. Это уже попахливает тухляком, понимаешь? Ты можешь не затягивать вот этот дрочь вот этот надолго. Скажи сколько, не 8-9, любимый там, а 10-15. Вот поэтому не надо вот это вот делать, как это, из наших, тихо, уже мухи слетелись. Эх, ты оператор. Из наших шикарных видео, елки-палки, какой-то там индийский сериал. Эх, ты, Марат, Джан, посмотри, мама дорогая. Короче, звонит Марат, говорит, Серега, я договорился с японцами, беги на почту. Ну, я сбегал здесь недалеко, Токио, на Дерибасовской. И ножик, смотри, какой хороший. Мама, дорогая. Он что, полметра, Сережа? Хайбука, якисаки, блин. Да. Сколько метров? Да. Хороший японский шеф-нож. Шедевр какой-то. По-любому. Катюня. Что? Это то, что ты говорила, черно-базаре. Да. Я из этого сделаю. А, ты вот так? А ты хотела вот так вот? Не, ну не вот так, вот так отрезаешь. Это, подожди, на такую буханку хлеба у меня не хватит и кваса тебе. Ну, хавальник там на большой. Катюня, под твой хавальник у меня есть специальная мисочка. Это супник называется. Это не просто супник, это еще гардероб для трусиков. Вот, оденешь вот эти вот шикарные трусы с кружевами и вот сюда свой хавальник можешь смело макать, поняла? Тьфу, я вот представила, что тут трусы лежат вот в этой посудине, потом туда нальешь суп. Слышишь, а ничего, что мы все, если что, на секундочку, из трусов вылезли. Ну, ну. Не, ну это не то. Это то. Нет, Серёжа, не то. Слышишь? В отличие от кто из каких, так это чистое, чтобы ты понимала. Так что можешь за это не переживать. А деньги еще трусы такого размера хранить, как не в супнике. Ладно, хлеб нарежем, давай, все, мы сильно, короче, вот это разошлись, а нам уже пора. Кусочек филеечки и небольшой. Ты шо, нож работает? Обалдеть. Можно я? Катюня, шо? Нет, тебе не можно, тебе надо только снимать и все. Иди там, в ракомонечке помой. Что? Мясо. Готовлю я, ты просто снимаешь. Ты когда начинаешь командовать, я забываю, что я вообще умею готовить. Молчи. Пока что. Молчи. Ах, какой чистый, да? Под моим-то руководством помытый какой гриль, гриль. Ага. Кто, кто? Да я думал, я думал мяс. Что ты меня посылал его мыть. Все, пусть аккуратно варится. А вот теперь я помою руки. Не надо вздыхать, так спокойно себя веди. Собирок родненький, эх ты, не посрамись сегодня, работаю у тебя. Почти до ничего. Ну как до ничего? Сварить мясника мясо правильно, да? Чтобы не переварить его, не пережарить. Короче, тут технологии такие, что мама дорогая. И что, Катюша? Сейчас я придумал. Сделаем, а чего нет? Ты что японец режет, ты посмотри, а? Катюша. Это что, срез? Это прям, это какая-то номинация. Ёлки ты палки, одним движением. Катюня. Сейчас аккуратненько из хлебушка. Изымим мякушку. Так, главное днище не пробить, правильно? Ну, конечно. Чтобы наша окрошка не голотеть. Опа, корочки. А я знаю, что я делаю, что я сделаю? Что? Я знаю, что ты сейчас делаешь. Надо еще пару раз тут порезать. Ты такая прям грамотная. Ну, а ты что думаешь? Я же готовлю тебе все время окрошку в хлебушке. Ложечку возьми. У меня и с пальчиками все в порядке. Ну, сверху-то понятно, что у тебя с пальчиками в порядке. И там я выгрызу. Меня вообще другое интересует. Вот я сейчас немножечко хлебушек подсушу. И что? А не пропитается ли он и не дадит? Не даст. Не даст течь. Титаник наш этот. Смотрим, через сколько ты будешь кушать его. Где мы с тобой, во Львове ели такое? Я такое не ела нигде. А с кем ты ел во Львове? Катюша, мы ели с тобой во Львове. Ну, когда-то мы ели с тобой во Львове. На газете подавали. Я только с тобой во Львове был. Слава Богу. Ты вообще везде только со мной был. Ну, так. Ты так усердно это делаешь, Серёжка? В листве зелёной. Иди голубей зови, у меня для них есть. Красивый. Скажи мне, а если я возьму белок яйца? Не надо. И размажу. Это лично. Я зашпаклюю трещины. Не надо, не надо. Не надо тебе ничего. Выдумывать сирьей. Суши просто так хлебушек. Этого будет достаточно? Мне? Нет. Хлебушку? А, конечно, достаточно. Да ты ж налил, сколько там у тебя ложек? Раз-раз и выхлебал, всё. Да я хочу, чтобы было красиво, ещё и вкусно. Это будет красиво. Что я с тобой советую, блин? Вообще, даю установку, молчи. Пожалуйста. Катюня. Катюня. Всё, я зажег, пусть сохнет. А второй? А маме. О! Это практически акробатические движения. Я технологию только уже придумал, поняла? Али нет. Хотя же дальше тоже надо вырезать ещё. Дальше я просто выломаю. А это натура такая, да? Лишь бы вот поперечить бы вот только бы. Ну, тоже ничего, кстати. Даже лучше. Ну, не лучше. Так. Голубям сегодня тоже. Будет хорошо. Сейчас я у Ляночки дам, она пойдёт покормить. Ух ты! Какая ты красивая! Скажи мне, а ты пойдёшь голубей покормить? Ой! А? На тебе миску, пойди голубей покорми. Хлебушком вот так вот покидаешь. От чего-то они тебя ждут голодные-то, моя-яй. Оставляй не куси шарики, она никогда никому. Всё. Всё, на. А ты иди с мамой покорми. А вот Валю давай возьмём. Валя, нам надо птичек пойти покормить. А-а-а. Так туда. О, нет. Пошли. Валя, ну всё доброе. Не тут, Ульяночка. Давай пойдём их всех вместе будем кормить. Не-не-не дальше. Вот там у нас и полина стоит. Не знаю, проликает. А-а-а, вон там! О, смотри, даже вон, Баля им и кружная дорога. А ты им крошек дашь там? Нет, сюда не бросай. Вот там, где они, идём, сюда высыпают. Сюда, и они сейчас, как-то скажут. Так, вот, тут у нас белая галузка летит. И белая наша галузка. Выпускники. Сейчас мы посмотрим, как они на тросках. Ух ты, сколько слетается, смотри. Левенькая прилетела к нам. О, всё, угощай. Отходи, Уляночка. Угощай. Ну, сейчас меня клюнут. Не, они не клюнут. Не, не, не бойся. Давай, сейчас посмотрим. Красивенька, мама. А-а-а. Катюнечка, вы пропали где-то. Не-не, всё в порядке. Всё хорошо. Да, чуть-чуть. Ты с собаками? А-а. Ну, у нас долго не будет, Томашка. Не переживайте. Мы... Может, даже час. Хорошо. Если по-каким водичку заходят, зайдём где-то в кухню. Хорошо. Катюня, пахнет очередным шедевром. Я понял. Всё будет добро. Даже если я отсюда пешком пойду, короче, я до мамы, до мамы дойду, и всё будет нормально. Я принесу я абсолютно... Вот это... Не протекающий... Зять. Не протекающий зять. Да, точно. Хорошо сказала. Ладно, пусть доходит, гриль выключаем. На сегодня почти твоя функция выполнена. Ты такие красавчики, молодец. Ах ты, многогранный помощник в доме. В любом. Что, водичку я посолил? Слушай, посмотри. Прямо язык. Ну, прям... Да? Бесподобие какое-то. Очень красиво. Очень красиво. Эх ты, Марат, это тебе не плов. По Израилю. Это тебе там не в 43-х градусной жаре сидеть, Марат. Эх, Марат. У меня там дождь пошел событий 30-летней давности. Постоянный раз у них. Это вчера было. Сегодня уже жарко. Хорошо. Ну, вчера был дождь, а до этого пассанина с крайней, когда? 30 лет назад. Вот так я говорю. Да. Они вчера. Они все аплодировали, не захотели заходить. А Марат по этому поводу, но весь Израиль плов приготовит. Угу. Я адреса не знаю. А то бы что? А то бы я сейчас всех позвал. У нас же из Израиля смотрит, такие много людей. Я бы сейчас сказал, и ребята. Скажи, вот Инстаграм Марата, подписывайтесь. Ничего себе не отказывайте. Вот Инстаграм Марата, да. Скажите, что от Липованной, пусть скажет адрес, где можно поесть в Израиле вкусного плова. Ага. Марат. Вот ты будешь знать, как... Уезжать от родной семьи, да, убегать. Ладно. Что мы делаем? Короче, готовим ингредиенты. Катюня, гастро емкость готова? Так ты шо? А, огурчики. Ладно, смотри. Я сейчас, короче, бахну. Компоненты, ингредиенты, а потом уже будем наряжать каждый раз по-разному. Правильно? Прямо эхо какое-то. И говорить стало сразу приятнее во много раз. Ну шо, режь давай. Скажи, а ты хочешь яичко резал или как обычно сделал просто красиво? Как обычно сделала красиво. Как обычно сделала красиво. Ребята, это немецкое, какая-то там семейная, традиционная реликвия. Досталось нам. С барахолочки. Ага. А че ты эхкаешь? А ничего, я просто вспомнила. Посмотри, как красиво. Вот так вот в каждую тарелочку украсил, и больше тебе ничего не надо. Так ты сейчас вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть яичек тут разложишь, и больше в твою гастро емкость ничего не поместится. Катюша, не торопись события. Может вообще сейчас не про яйца дела, ты понимаешь? О, сейчас мы займемся дальше, чем редисочкой. Я иногда удивляюсь, ты знаешь, Сережка. Чему? У тебя вот ты когда начинаешь украшать салаты, там или еще что-то, это очень выглядит смешно. А вот тут ты вот так иногда красиво раскладываешь, на столе все красиво расставляешь. Порядочек? А я говорил, что я только что придумал, потому что попалась мне ряженка. На кефире готовят, на квасе готовят, на пиве тоже готовят, включая меня сегодня. А наряженки никто не готовил. Ребята, я попробую. Попробую. Что? Наряженки. Так я для тебя и стараюсь. Боже мой. Да, я чужой любил. Молокопродукт. Кому это интересно? Вот на секундочку. Что ты три заместить едаешь? Четыре я сказала. Никому. Давай дальше. Вот так вот и поехали. Ребята, готовим дальше. Оставьте ее туда вот. Четыре за ночь, три за ночь. Ну и что, а может я там тоже что-то по ночам хулиганю, так что ж не за это теперь разговаривать надо всем вместе. А у тебя есть такая сеточка, вот картошку резать, знаешь, такие две тоже ручечки. Нет, такую я еще не приобрел, такой у меня еще нет. Катюша, спасибо огромное. Ты шо, я не знаю кто, но вы такие красавец. Сотри. Анатолий, из Киевской области. Анатолий? Да. Знаешь, что это? Это не метла бабы-яги. Это не ободок рыцаря. Это не гитара без струнка. Это, ребята, сапка-сапалка, которая будет помогать нашей помидоры держать в шикарной красоте. Я не знал, я не знал, я не знал, что бывают вот такие сапки обалдеть, ты понимаешь? Смотри, ни краев, нифига тебе. Как это, ногу не поцарапаешь? Раньше как шли? Перемотал там тряпками, тряпками, и идешь себе песни потихонечку напеваешь, чтобы никого не порезать, и самому не поцарапаться. А это, ты понимаешь, Катюша, хочешь чеши вот так вот, загребай. Вокруг помидорок все нормально, корень не страдает. Короче, с нас для вас, любая порция окрошки, даже наряженки, оператор свое отдаст, благодарочка. После этого, Катюша, едем там сапать. У меня там есть более важное дело. Какое? Люстру я хочу распаковать. Ёшкин ты кот. Распакуй. Не, а я хочу Крувимчику появиться, потому что сейчас там уже подходит у нас очень такое дело мероприятельское, а люди пишут, Серега, ты имеешь таких хороших людей, я тебе, боженька, послал, снимай за них побольше видео. На самом деле, люди и дело говорят, и, как это, и руки у них из правильного места растут. А он сейчас будет, тихо-тихо-тихо, вот то здоровое в стене, ящик, пакетник, ну что ты смеешься? Вот то здоровое в стене. Вот, ну будет перепаковывать. Потому что у меня даже Виталик, чемпион мира по обрезке винограда, спрашивает, видеть Серега. Скажи Рувиму, что я ему буду звонить. Да? Да. Я говорит, в электричестве соображаю, ну как перепаковать пакетник, не соображаю. Так что Рувимчик, Виталику. На обмен опыта. Поможет. Ты думаешь, Рувиму надо виноград подрезать? Может, может, меккунов выращивать? Может быть и такое. Так что, не, Катюшечка, в любом случае, вот все, что мы не делаем, главное, чтобы это было именно с добром и чистым сердцем, в любом случае кому-то да пригодится. А нет, так сами на старости лет пересмотрим, правда? А опыт показывает? Кого? Какие мы с тобой ретивые были. Да оставьте в покое, елки-палки. Я для людей стараюсь, а на меня за старости лет. Что за охинейщица, ешкин ты кот. Чего это вдруг? Да что ты как этот, блин. Будет тебе так под 90. Старости лет. Может, на старости лет уже Ютуба не будет. Чего? Гони сейчас, и все будет доброе. Отдыхай, заряжай людей хорошим настроением, и все. Скажи мне, вот я сейчас вообще не понимаю, что ты делаешь. Ты хочешь, как это, прямо залезть в ножик у меня фильмоскопом? Ребята, это сейчас прямо экстремальный какой-то момент происходит. У нее фильмоскоп висит прямо над японским лезвием. Я же могу и порезаться. Я тебя полечу. Что это с этой штукой? Выкини, наверное. Не, ну а так очень красиво, скажи. Но они вон все такие, видишь, чуть-чуть. Ну, главное, что не пустые. Да. Да, точно. Так, начинаем собирать. Ешкин ты кот, а? Колбаска. То, что доктор прописал. Я уже забыл, я тебя спрашивал или нет. Что? Ты на чем любишь больше всего? Я просто люблю окрошку, мне все равно на чем. С колбасой без разницы вообще с чем? Просто люблю. Курочка из телятины для друзей. Даже с карасем бы съела. Кстати, такую мы еще не готовили. Марат, Джан. Удивительно, что мы сегодня с колбасой готовим. По плану мы должны были бы с карасем приготовить, Сережка. Не, он, Маратик, уезжал, говорит, Серега, ты очень любишь пиво и окрошку. Я тебе придумал рецепт. Даю тебе домашнее задание. Пока я буду там по Израилю там шарам-барам делать. Готов окрошку. Хорошую ты колбаску делаешь? Марат, Сенсей, все нормально, делаю, как ты сказал. Что-что? Хорошая колбаска. Да, у ребятами другое не бывает, это ж шедевр, а не колбаска, да. Ты любишь меленькое или покрупнее? Я все люблю из твоих рук, Сережа. Катя, перестань говорить непонятной болтовнёй. Если я тебе задаю вопрос четко, ешкин ты кот. Сказал же, блин. А что, ты неловко себя чувствуешь? Или что? Ты не выполняешь мои эти... Приказы? Просьбы, елки-нады-палки. Я и за одно, она мне за другое. Так. Хорошо, я не дождался, как ты любишь, и делаю красиво. Делай, любимый, делай. Главное, делай. Тоненько. Оп, стоп, Зоя, зачем давала стою? В чулочках же тебе я подарил. Ведь я ж себе не холил, ведь я ж себя лелеял, ведь я ж себя заразу не любил. Пошлые песни у тебя? Катюня, жизненные. Ага, простите. Я буду знать теперь. В случае чего. Колбаски хватит или еще? Нет, еще колбаски мало не бывает. Давай, стругай. Катюня, там у тебя телятина для друзей. Там у тебя курица для тебя. Так я буду вот эту миску есть большую. Ладно. Я пошел редиску стругать. Слышишь? Я тебе хочу просто показать. Ага. Что? Карпаччо. Редиски. Ты хорошо снимаешь? Очень. И подвозки. Ребята, тончат, чем в синагоге. Что? Ты посмотри, какая красота. Ёки-палки. Кто? Пакман? Да нет. Сейчас рассказнет. Букаши, когда рассматривают. Микроскоп называется. Представляешь, вылетело из головы слово. Это уже с клерозом. Тетя, Катя. Тетя, приплыли. Что же дальше будет? Дальше? Главное, чтобы ты меня другими именем не называла. Катюша. Что, Сережа? Попрошу заметить, как я красивенько стараюсь сделать очень правильно. А тебе не кажется, что все ингредиенты должны быть одинаково порезаны? Хорошо. Иначе будет чувствоваться колбаска, не будет чувствоваться редиска. Зато ты будешь понимать, что это окрошка с колбаской. А, то есть это целенаправленно? Я хочу сделать вот так, чтобы это можно было даже кушать детям, понимаешь? Хорошо, Сережа. Стругая. Редисочка. Самое главное, чтобы она была свежая и хрустящая. А что тебе, а маленький кусочек там с зубами напрягаться, понимаешь? Что большой, абсолютно без разницы. Только еще приятнее. Короче, непонятно, что я там наговорил. Ну, так, мне кажется, красивее, да. А зачем ты мочишь? А, я прошу. А, чтобы ножичек не прилипал, да. И срезы были идеальные. Я просто представляю, что это не картошка, а какой-то там, мама дорогая, тунец на полтонны. И я его лохмачу. Чем-то картошка не подходит, непонятно. Да потому что у меня нож японский в руке. Сразу другое думается. Вот ты нарезал, вот ты нарезал. Так, курочка подварилась, телятина доваривается. Говядина точнее. Так, жопочки сюда пока. Катюня, займи себя чем-нибудь, а я пока здесь быстренько дорежу. Я тебе сейчас покажу, что у меня уже здесь красиво. Осталось теперь только не заварить подачу. Редисочка. Что это? Колбасочка. Колбасочка, да. Яички, корча, огурчики, курочка, все дела. И сейчас еще и картошечка будет все нормально. А с гостроемкостью она-то совсем по-другому готовится. Ребята, просто шикардос. Ты же, а я сейчас больше, чем уверен, что вот кто-то сейчас сидит и прям аж поляну себе накрыл. Ага. И что-то таких хлебает. Как там пишут? Приятного аппетита. Что? Рис съел, пошел макароны доедать. Да. Приятного аппетита. Вот это правильно, когда наши видео смотрят под еду. Эх ты. Тоже изгаляешься, как только можешь, я смотрю. А просто... Нравится тебе, да? Приятно, да. Ты понимаешь? Втыкивать? Как на сколько. Осьминожек какой. Я вот до этого, мы уже на канале готовили там неоднократно. Окрошку. Я думал то такое, намешал, намешал и вкусно. Ребята, это произведение искусства. Ты когда работаешь с каждым моментом, это на самом деле наслаждение. Это все, наверное, спасибо этому ножику. Хорошей доске, даже не знаю, что замечательным продуктом. Все актеры молодцы, да? Можно мне скушать кусочек огурца? Я хочу... Что, что? Огурчика? Да. Спасибо. Только... О, вот так вот тихонечко глуши и вылки-то полки. Хух. Вот как меня ты тогда тому привыкнуть. Я стою о великом, о высоком. Тишина, благодать, гармония. Именно слияние меня вот это вот через нож, короче, как в аватаре. И тут приходишь ты и только своим грохотом начинаешь все это... Контрольный в голову. Это спецэффекты, Сережа. А у меня слов не хватает на твои эмоции. Слушай, такое впечатление, что я дома не ржу тебе. Вот ты только увидел и все. Дома не ржешь, самое главное. А что же я дома делаю? Плачу. А дома мы не ржем, у дома у нас за голова болит, елки-палки. А тут у тебя все хорошо с этим. Тебе не стыдно? Нет, короче, гармония. Смотри, какой ножик. Ну точно, что смычок. Я просто хочу показать тебе, смотри. Аккуратненько так вот ставишь. Смотри. Опача. 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 Блин. Просто и давить не надо. Да что ты экаешь, музон? Шикардос. Ёшкин кот, окрошкой пахнет, Катюня. Как по мне, так пивом пахнет. Так. Сегодня прямо я аж сам настолько проникся приготовлением. Может, я в мата превращаюсь? А? Ничего больше, ничего меньше. Усов я пока не наблюдаю. Не, ну усы у меня, во-первых, не растут. По крайней мере, на губе. Этот. Хе-хе. Посмотри, что я делаю. Тебе же без разницы. Очень меленько, косиненько, Петрушка. Я необыкновенно... Марат бы вот это бы оценивал у тебя, Сережа. Марат, Джан. Ты можешь там не переживать в своей командировке. Усё под контролем. Под моим, Марат. Строгим. Шо ты на себя там одеяло это тянешь? Ёлки-то, моталки. А что? Я, может быть, уши ласкаю некоторым людям. А, ну а ты от обратного? Да. Шо, это сейчас коллекционируешь дизлайки под нашим видео? Да. Ребята... Хороший и плохой полицейский, знаешь? Пихаете и то и другое. Это такая приятная, противная, обижающая тебя вечно. А вообще? А вообще... Спасибо огромное за любую активность. Да. Как-то, нравится, не нравится? Спи, моя красавица. Это я про тебя, Катюшка. Да я не обижаюсь, Сережа. Караван идет, собака гавкает. Чего ты с другом гавкать начинаешь? Ну, дошло? Мне интересно знать, где. Ересь несешь, очередную. Значит, она про караван, она схавала, короче, понял? А это... Я любя... Ох, красиво, ох, красиво. Так, я уже хочу. Осталось, в принципе, уже раз, два, да и ничего. Солку ты принес? Собрать. Что? Сольку принес. Зачем? Посолить окрошку же надо. Ну вот, что еще? Все. Тогда не умничай. Может, пивка? А ты же, конечно, надо выпить бокальчик. Кусочек говядинки у меня уже... Ах, еще говядинка. Я уже думала, что ты уже сейчас накормишь меня, в конце концов. Что буду собирать? Ну, конечно. Сейчас надо немножечко почистить ее. А зачем? Тут плевать. Ну, так, буквально немножко. Катюша, таким ножиком хочется, я даже не знаю, что делать. Ты же не знаешь, что себе придумать, уже почистить. Да, 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 да. Бед, не шо ж ты сейчас будешь делать, когда у тебя говядинка закончится. Блин. А? Пойдешь, наверное, траву им скупать на огороде. Сто процентов. Не, у меня сопа есть для этих дел. Ешкин ты кот. Слушай, он прямо входит, да, так вот? Да прямо не хочется не торопиться, я даже не знаю. Это вот из того кусочка вот такой маленький? Нет, там еще один есть, который побольше, но он доваривается. Так вот это мне уже не нравится. Что именно? Это когда по доске он идет. У тебя что-то там с системой непорядок? С нервной, да, Сережа? Я... Не знаю, с какой, но... Гавку. А хочется, да? Эх ты, чупакабра. Не, ну ты, слушай, как это... Моя любимая. Ты же превосходишь все мои ожидания. Чупакабра у тебя знаешь где? Простите меня за пошлый юмор. Там пишут, как она, дочь учителя, может себе такое позволить. Я и сама не знаю, как ей позволить. Вот я рассмешила чуть-чуть. Я теперь не знаю, что мне делать дальше. Посмотри. У меня что, порвало, короче, что ты мне говоришь, а я-то знаю где, что пока, брат, зарыто. Ты где же? А, тетя Соня. У вас красивее, ваша роза. Ребята, передайте себе привет сразу в прямом эфире. С прямого рога. Кривой рог на базе, давай сейчас туда-сюда. Катюня у меня уже почти готова, иди сюда. Что я хотел сказать, собственно, а-ля Олю. Как, говорит, Мара, что получилось? Боже мой. Это и без этого вкусно. Тихо, 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 тихо. Ребята, не переживайте. Это не, я держал интригу, ешкин-то, вот. Я уже четыре раза помыл. Оттруликов? Опятый. Во-первых, они чистые. Во-вторых, а ну дерево, давай пей. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, раритет, елки-ты-палки. Настолько старое, что даже непонятно какого года. Катюня, давай, короче, сделаем по-нормальному. Раз, заправка, два, заправка, три, заправка, четыре, будет пивная. Сметанки на глаз. А зачем сюда? Катюша, а ты что думаешь, что пиво в чистом виде гасят? Не, я молчу, все, давай, делай. Молчи. Горчичка медсна, поэтому ложечки полторы, наверное, вот так вот. Это ты делаешь заправку под все виды своей окрошки? Или только под... Укропчик пусть будет. Люди там, наверное, сейчас петрушечка пусть будет. Так, и лучок обязательно. Даже еще вот так вот немножечко. Ой, знаешь, чем пахнет? Чем? В детстве у бабушки. Немножечко посолить капелюшечку. Так, мы все время делаем сахарок. Буквально капельку. Только без пелушек. Киртый кот, а? Ничего, ничего, давай. Ох ты, боже мой. И пивасик. Да. Шо, да? Хорошо, поел и опьянел, называется. Ну, это легкий летний суп. Скажем так, овощной мохито. Апельтивчик, да? А так как я это меленько все красивенько порезал, боже мой, боже мой, это шо там, сметана? Так, надо венчик. Хотя нет, она расходится. Сметанку расколопутать. Хвали меня мой род, хвали. А зачем? Хвалить? Ты это сказала сейчас, зачем? Потому что ты тут смотришь, и все сам себя... Катюша, ну, если это на самом деле правда, то шо теперь? Так. Тихо, 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 тихо. Тут было так прямо вот художественно красиво, понимаешь? Ты давай там это... Полюбуйся. Птицы пою. А я? А ты давай. Так что, с хлебушком делаем? Первую. Нет, мне с хлебушком, вот, либо с ряженкой, либо с квасиком. Ряженка будет чуть попозже, говоришь, что сейчас уже капает. Что? Ну, ты туда пиво сейчас зальешь? Слушай, что я тебя вообще спрашиваю? Смотри внимательно. Ну, давай, давай. Ты уже успокоилась? Давно. Ну, так давай поменяемся, я буду сейчас снимать молча, а ты будешь дальше здесь нагребать громко. Что ты хочешь? Ты, я даже тебе отвечать не буду, Сережка. Хреби себе свою... Так зачем ты меня сбиваешься с этого смысла? Ёлки-палки, блин. Ты попробуй здесь собери порядок в голове, что куда надо? Картошечка. Картошечка вот так вот в уголочек. Тебе с огурчиком или с идиточкой? Мне и с тем, и с тем, если это ты мне готовишь. Тебе. Огурчик. Огурчик. Редисочка. Редисочка. Для друзей, для мамы или с колбаской, как ты хочешь. Всего понемножку мне положи, пожалуйста. Курочка. Колбасочка. Колбасочка. Вот ты и ненасытная. Ай, Катюня, ай. Что еще? Э, подожди, какие руки, ребята, немцы, донкишон. Ле-моё. Опача. Хватит тебе двоечка. А я перепивку буду это делать. Вот это то, что ты сейчас сказала, непонятное. В смысле ты имеешь в виду, я тебе с пивом сделаю закваску. Залью тебе пивом, Катюня. Налей мне что-нибудь от стресса. А вот класс. Хорошо. Мне вчера помог. Выбирай, какой тебе больше понравился живой натуральный. Да. Живой натуральный. Ух ты шо. Тихо-тихо. Так на самом деле живой натуральный. Тихо-тихо-тихо. Давай это все для нее. Прямо вот туда. И говорящий. Убери ты эту руку, ешкин, ты код, пожалуйста. Дальше. Катя, снимай. Снимай. Ты не то снимаешь. На гордочке было красиво. Все, мне надо два оператора. Хлеб промок, ханань. Ты быстро выливай, я быстро буду кушать. Оп-оп. Так, горчички же я тебе. Ого. Чуть-чуть не добавил. Как для той змеюки. Вместо вы женаты, напомни мне? Нет. Все, слава богу. Хоть разводиться не придется, елки-палки. У меня твои шутки уже здесь в Одессе держат. Какой змеюки? Может, я не ту литературу читаю? Что тут это вот? Лучок. И самый такой приятный момент, мне кажется. Слушай, очень даже неплохо. Нормально помещается тебе тут. Шикардос? Да. Бери, ешь, пока хлеб не растаял. Ешкин ты кот. А где ложка? А ты не взял себе? У тебя же деревянная была. Ну, так это же я тебе насыпал. А ты знаешь, что забыл сюда кусочек ледика? Блин, а я с примеру, у меня есть. А я тебе говорил, что надо было. Что, что? Ты видишь, аккуратно капает. Это знаешь, почему капает? Ну, как говоришь, что хлебало нормально, ты можешь глубоко вот так вот выкатить, и дальше себе здесь кушать, короче. Это только я могу о себе так отзываться. Возьми блюдечку, ты просто налил класса. Да никакого класса. Да, это снизу просто пропиталось. Ничего не течет. Ребята, куда поставить? Сюда? Долить тебе или чем ты будешь есть? Нет, тут положи вот это красиво вот так вот. Ледик. Шпок. И еще один, да? Нет, не надо. Э, чего не надо? Вот не надо мне себе. Нормально? Очень красиво. И тихо, ты не вливай. Можно я пойду кушать? Да. Вот так вот подаются-то. Добрый вечер, я сегодня буду вашим официантом. Не, очень красиво. Ну, а я хочу с пивом. Держи, иди ешь, пока я сейчас тут организую порядок на виду, и тебя позову. Эх ты. Катюня, я не успел. А дать ты мне уже вернула. Да, и между прочим. Что тебе, добавки? Конечно. И не протекло? Гриль, благодарочка. Запечатал хлебушек, то что надо. Короче, это я не выбрасываю. Ты еще будешь кушать. Да. Какой выбрасываешь? Ты будешь есть, пока горбушку не сточишь. Что, Катюня? Пошло-поехало. Эх ты. Давай еще одну порцию попробуешь. Только с ряженкой. Давай, что давай. Согласна? А я хочу, а я хочу с пивасиком. Ну, так же сделать, как ты все совсем. Как ты хочешь. О, давай ребят с чего-то угостим. Легко. С пивасиком? Так. Там одну порцию с пивасиком точно можно, потому что молодой человек пьет пиво. А ты ему подай, а он потом на видео увидит, какую на крошку ел. Постой. Что? Паровоз. Сейчас делаем так, как в Одессе делают. Это как? Это вкусно. Ты бачишь? Так, где это? Реликвия. Опача. Тихо. Вот так вот нормально? Тебе нравится? Очень. Вот это уже лишнее. Сметанку в центре? Таня, ну, Сереженька, она уже, конечно, делает, что уже считаешь нужен. Конечно, красота неописуемая. Было так хорошо. Но ты стараешься, зато я вижу. Мне твои, вот то, что там, кроме смеха, вообще ничего не бесполезно. Или как там сказать? Если бы это было кучками разными, это было бы в разы красивее, понимаешь? Какая-то роза получилась. Своеобразная. Вот я уже не шучу, но мне уже не смешно. Ты меня обесцениваешь, как ты говоришь. Если я еще там в юморной форме стараюсь это сделать, то ты просто вообще уже превзошла все рамки. Ты точно квасом будешь? Правильно я сказал? Я даже не слушаю тебя, Сереж. Я знаю, что ты думаешь, что ты говоришь, это разные вещи. Я сейчас расстраиваться буду, что ли. Так, это квас живой домашний. А вот еще есть насыщенный и обалденный. Там, сейчас опять будет литься во все дырочки. Даже птицы поют. Под такое дело. Ты шо? Не будем мелочиться, да? Живой. Ребята, вы не понимаете, что два класса эти делают? Они по одному, прелесть, а два это вообще загляденье. Так, ну что, попроси, Нику, пусть вынесет. Угощение. Людик. 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 Иди за венику. Вообще, ты должен был в середину воткнуть. Она бы не стояла. А, извините. Никуська. Я тут еще колбасочки добавил. Осталось только сесть сверху. Тихо, у тебя кривая рука. Сейчас вытечет. Все под контролем. Точно? Я вчера не пила. Все, давай, сегодня выпьешь. Я тебе окрошку на квасе, ой, на квасе, на пиве сделаю. Ай, цебулю показал и не дал. Ну, нормальный парень. Так, ладно, давай, короче, долго, я сейчас уже играться не будем. Себе курочка. Сюда же огурчик. Колбаска. А чего? Немножко телятины. Редисочка. Там кефир, они, а то. Нет, ребята, там все как вы любите, только именно ассорти кваса. Ну, домашнего. Кушайте на здоровье, приятного аппетита. Картофанчик. Да я не буду себе там долго, вот это вот елки-палки делать что-то. Прям сильно красиво. Вот так вот, хлобысь. Не, ну мне этот процесс нравится. Нравится, да? Лотоса, да. А теперь положу сметану с краешку и горчичку с краешку. Вот так вот? Катя, ну это же краешку. Нормально, Сереж. Так, тут все есть. Компоненты, ингредиенты. Ах, ты шо? Интересно, вкусно. На пиве? Да. Ты че? Обалдеешь. Пьяна так точно. Да, слушай, ты хорошая идея, да? Ты хочешь, допустим, пиво. Очень красиво. И влить в себя ты много не можешь. Не, а пиво, что у меня холодное. Ну, кубик один дам. Может, тебе побольше ложечку дать? Нет, мне и такой хватит. Куда, зачем сметана, если у меня уже в пиве была сметана? А, такая хорошая борщ, короче, сметана лишней не будет. Да, а посолил? Я солил пиво. Хорошо, Сереж. Сама фраза, я солил пиво. Смачного, туби. Кадр какой, не помню, но дубль такой же. Хмырь готов. Катюня? Нет. Вот если закрыть глаза, то сразу туда, к бабушке на кухню. Ну, она, конечно, без пива, но пахнет примерно вот так же. Очень, очень, очень. И у меня ассоциации? Да. Причем это, по-моему, лук зеленый делает. Наверное. Яйцо. И укроп. И огурчик. Песня. Картина маслом. Ну, пиво же не обязательно какое? Конечно, нет, джигулевское можно. А бывать еще и темное? Можно. И бывает миллион тридцать тысяч, ребята, сортов. Так что добавляйте себе любое, какое вам нравится. Я, походу, наверное, люблю вот это. Что это было? Светлая? Карлсберг. Даже не знаешь, сколько ты. Просто вкусно. Полезно, еще скажи. Ну, это уже третье. А первое, второе, это было очень приятно, и такое блюдо готовить. Тихо, аккуратно, с любовью. Когда-то не снимала. Нет, хороший, замечательный вкус. С легкой горчинкой именно пива. И каждый овощ дает свою нотку, понимаешь? Сейчас просто там какой-то там симфонический ансамбль. В голове в твоей? В рте моем. В рту моем. Катюня, короче, вердикт, ребята, это просто песня, это просто праздник. Ну, пиво кушайте отдельно, окрошка должна быть, окрошка, правильно? Ну, она вкусная, она благородная, она нормальная. Ну, хочется прям, окрошку запить еще и пивом. Да? Да. Не знаю, мне просто... Вот оно есть такое, знаешь, оно именно дерзит вот этим вот горчинкой, но мало-мало не хватает. И хочется именно как дать полбокала, чтобы сразу раз и прилечь. Просто пиво. Короче, ну, а я для тебя хочу сделать то, что я хочу сделать. Так как ты у меня любишь очень-очень-очень-очень-очень ряженку, я тебе заправлю ряженкой. Слушай, можете три вида мяса, никаких овощей, посмотри, как это красиво благородное. Нет, нет, нет. Давай, мне нужно, яичко там. Оператор. Квас. Ты добавишь квас? Ряженку? Я думаю, просто льдом ее растянуть. И подождать, пока она там немножечко... Нет, ты не добавь чуть-чуть кваса и чуть-чуть ряженку. Катушки немножечко, да? Да. Катя, ты просто уже какой-то безумный, ты посмотри. Давай, яичко. Боже мой. Яичко мне. Прямо лупи не хочу. Опача. Развинься. Не будет ни лотоса, да? Да, не заслужила. Точно. Хорошо. Зелень потом. Именно ряженкой густенькую тебе сделаю. Хотя, зачем я там это все дело украшал, если я... Целая поместилась. Сюда, Катюша? Сюда еще одна залезет. И вот тот, по-моему, темный более сладкий, поэтому вот того мне добавь. Квасика? Да. Говорю тебе... Ну, ладно, хозяин-барин, все равно я, как это, для тебя стараюсь. Но многие вообще не понимают, как крошка, понимаешь, говорят, ольве залили водой и радуются. Ребята, вы путаете. Ну, почти. Темным? Да. Насыщенным, да? А, ух ты уж, аж в нос штырит. Ох ты уж, хватит, я не буду сильно ее так делать. Угу. Так, чуть-чуть посолить. Горчичку тебе... Обязательно мне горчичку. Многие еще и лимончик сюда понимают. Ну, не надо. И уксус добавляют у каждого... Да что, да что, да что, да что... Так, хотя в горчичке все это есть. Согласен. И лучка, лучка обязательно мне. Петрушка не надо? Можно. И еще чуть-чуть. Фух. Попробуй. Боже мой. А что тебе сюда еще всунуть? Ничего мне не надо всовывать. Сказала бы, куда всунуть, ну да ладно. Да ешь просто, ешь, ты куда? Да, ты попробуешь? С ряженкой? Да. Ну, давай я буду первым, потому что я тоже ряженку люблю. Да? Суши густая. Да, Катюша, просто я... Ты не достает. Я не встаю по ночам и не ем по три, по четыре. Ряженки. А утром встаю и понимаю, что... Ну, а лучше бы я встал ночью. Я разбужу в следующий раз. Ты не страдал сильно. Не надо. Слушай, вот это мощная порция. А? Посмотри, какая консистенция. Да, очень красивая. Красивая, Сережа, давай, пробуй быстренько. Та бегом, мне надо ехать на вокзал посылку зачать. Лиля, да липовани. Ммм, целую. Еще не знаю, что там, но будет по-любому вкусно. Ну что? Необычно? Катюня? Этот печной вкус, да, присутствует? Я не знаю, кто до этого, но я считаю, что я один. Ты шо? Какое пиво? Какой квас? Ряженка? Кефир? Давай, до свидания. На, любовь моя, попробуй. Ты сейчас просто поймешь, Шо встречает молниен, ребята, на самом деле, только шо из глупости родился шедевр. Очень вкусно. Бесподобно вкусно. Да. Ее там не должно было быть. Сегодня должен быть там все. Даже думал, там ноги подолапать. Но. Апирата приехала. Кроме ряженки, да, она приезжала, верить, Серега, закинь пакет в холодильник. Я начинаю закидывать и что-то выпадает. Я это ловлю и ряженка, говорю, сам Бог велел. Поставлю на стол, положу, может пригодится. Ташиоты, эх ты, ешкин, ты кот. Приятного аппетита. Я уже начинаю волноваться. Зашел, расстанешься, не переживаешь. Короче, дузяки, от всей души с хорошим настроением, для вас сегодня сам удивился, елки-то палки. Ну и считаю, что по-любому кому-то пригодится. Ну попробуйте с ряженкой, и вы поймете, что ли Паванчик ты таки касаюсь. Спасибо огромное, не благодарите. Друзья, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня. Не знаю, сколько рецептов. Готовил окрошки, одесский Паван. Все, пока-пока. Чао.